Света Успенская Святогорская Лавра представляет православный календарь Давняя традиция, поскольку в этот день в церкови установлен строгий пост 18 января в храмах по окончании литургии совершается великое освящение воды Издревле в навечере освящение воды совершалось в воспоминании крещения Господня, осветившего естество водное А также крещение оглашенных, которое в древности совершалось в навечере Богоявления В самый же праздник освящение воды бывает в воспоминании, собственно, события крещения Спасителя Водоосвящение в самый праздник получило свое начало в Иерусалимской Церкви И в IV-V веках совершалось лишь в ней одной, где был обычай выходить на реку Иордан для водосвятия в воспоминания крещения Спасителя Поэтому и в Русской Православной Церкви водоосвящение в навечере совершается в храмах А в самый праздник оно обычно совершается на реках, источниках и в колодцах, так называемое хождение на Иордань Ибо Христос крестился вне храма Благодать освящения воды в эти два дня подается одна и та же Один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление Установлен Церковью в память о евангельском событии, когда в возрасте 30 лет наш Господь Иисус Христос Крестился от пророка Иоанна Предтечи в водах Иордана Отмечать этот день мы будем в четверг, 19 января Второе название праздника – Святое Богоявление, потому что в этот день явилась миру Пресвятая Троица Бог-Сын Иисус Христос крестился в Айордане, Бог-Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а Бог-Отец свидетельствовал об этом с небес словами Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение В ночь с 18 на 19 января в Святогорской лавре совершается торжественная ночная служба После которой крестным ходом духовенство и верующие нисходят к водам Святогорского Иордана, Северского Донца, где совершается великое освящение воды Всех боголюбивых паломников Святогорья приглашаем посетить Святые Горы в эти праздничные дни, чтобы разделить радость праздника и соборные молитвы, а также с верою и по силам совершить окунание в освященные воды Святогорского Иордана Согласно установленной в Православной Церкви традиции, в день, следующий за великими господскими и богородичными праздниками, принято вспоминать святых Ближайшим образом послуживших данному священному событию в евангельской истории Так, на следующий день по празднику Богоявления, в пятницу 20 января, Церковь величает того, кто послужил делу крещения Христова, возложил свою руку на главу Спасителя Величайший из пророков, святой Иоанн Креститель, завершил историю Церкви Ветхозаветной и открыл эпоху Нового Завета Он свидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть и своей проповедью покаяния предуготовлял ему путь Поэтому Иоанн Креститель величается Церковью еще именем Предтечи Господня Он сподобился крестить Христа Спасителя в водах Иордана и засвидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в этот великий день крещения Господня В воскресенье 22 января чтится память святителя Филиппа, митрополита Московского Имя этого митрополита-мученика, исповедника Христова, очень хорошо известны истории, знают о нем и в наше время Современник царя Иоанна Грозного, печальник всех пострадавших, от лютовавших в те времена опречников И дерзавший говорить царю-самодержцу правду, правду Божию, за которую и был предан на смерть Жизнью своей митрополит-мученик святитель Филипп предвосхитил подвиг российских новомучеников Также 22 января почитается память преподобного Иоанна Киевского, чудотворца Духоносный старец и прозорливец в начале своего духовного пути преподобный Иоанна почти 8 лет провел послушником у преподобного Серафима Саровского Известен преподобный Иоанна, основанной им святотроицкой обителью, для благоустроения которой много потрудился и мирно почил о Господе после стольких трудов своих в возрасте более 100 лет Случилось это в 1902 году, а в 1995 преподобный Иоанна Киевский был причислен к лику святых Его святые мощи почивают в основанном им в святотроицком монастыре города Киева Субтитры создавал DimaTorzok